Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. После выходных мы снова в строю, продолжаем следить за ключевыми фундаментальными событиями и говорить обо всех изменениях в трендовой динамике и самых интересных движениях финансовых активов. Надеюсь, вы провели выходные хорошо в режиме самоизоляции. Кто-то уделяет все время досугу, кто-то может быть каким-то поиском возможностей дополнительных, в том числе и делает акцент на криптовалютный рынок. Это очень хорошее направление, друзья, сейчас для инвестирования, потому что криптовалюта, она интересна тем, что на данный момент это, пожалуй, один из немногих финансовых активов, например, если брать биткоин вместе с золотом, который обладает неинфляционными качествами, может реально выиграть на всем том, что происходит в плане роста денежной массы и чрезмерного раздувания балансов центральных банков, которые, возможно, в перспективе какого-то времени приведут действительно к росту инфляционного давления. Здесь я делаю акцент не на доллар, а на те инструменты, которые больше все-таки подвержены этому риску. Вот с некоторых пор это европейская валюта, особенно после того, как в Еврогруппе согласовали новый пакет помощи на полтриллиона евро. Впереди, кстати, по биткоину халвинг всей сети, это сокращение вознаграждения вдвое. Я думаю, что ближе к делу мы будем чаще говорить об этом, но руководствуясь опытом и, опять же, историческими наблюдениями того, что происходило с биткоином до прошлых халвингов, у него были очень удачные денечки, друзья, по мере приближения этого события. Сейчас до него остается около месяца, поэтому по биткоину мы можем урвать еще часть того ралли, которое идет. Я допускаю, что мы имеем очень хорошие шансы, друзья, добраться до 10 тысяч за одну единицу. Ну ладно, давайте к привычным активам. Напоминаю, друзья, что сегодня в 18.00 по московскому времени состоится вебинар «Правильный понедельник». Вот я за всеми подробностями, за еще более детализированным обзором всех фундаментальных событий. Вас туда приглашаю. С удовольствием с вами поделюсь теми наблюдениями, которые есть у меня и, по возможности, если будет в этом необходимость, отвечу также на вопросы, которые, возможно, есть у вас. Давайте поговорим о рынке нефти 3272. Это мы сейчас видим по Brent. В целом, пока что динамика неоднозначная, но я все-таки склоняюсь к тому, что участники рынка навалятся на этот актив и попробуют его подпродать. Из-за того, что сегодня пасхальный понедельник, ну, волатильность тоже вялая, рынки раскачаются ближе уже к середине недели. Но, в частности, я делаю акцент на снижение возвращения к котировкам. Сначала в 30 долларов за баррель и дальше. Почему я в этом абсолютно уверен? Потому что миновало заседание ОПЕК, экстренное заседание, очень большие надежды возлагали на него то, что удастся согласовать сокращение производства нефти на солидный показатель, может быть, там в 15, даже 20 миллионов баррелей в сутки. Такие цифры звучали. Мы с вами ждали максимум сокращения добычи на 10 миллионов. В итоге получили и увидели даже еще меньше. 9,7 миллиона. Кто взял на себя основное снижение? Это Россия и Саудовская Аравия. Очень долго бодалась Мексика за свои 400 тысяч баррелей, но в итоге отстояло, что им нужно снизить добычу меньше. В частности, 100 тысяч. Остальное берет на себя США. И в данном случае вы наверняка заметили, что во всех СМИ сейчас США преподносят как реально спасителя вообще этого соглашения и спасителя рынка нефти. Почему все-таки нефть будет снижаться? Потому что, друзья, у нас... Я надеюсь, это ни для кого не откровение. Вы знаете, почему рынок нефти обвалился раньше. И здесь все предельно ясно и просто. Это падение спроса, катастрофическое и рост предложения. В данном случае мы говорим о падении спроса, который сократился больше, чем на 20 миллионов баррелей в сутки. Хотя некоторые называют даже цифры и в 30 миллионов баррелей. Соответственно, когда мы ждали заседания ОПЕК, мы понимали, что рынку нефти можно помочь только в том случае, если сейчас снизить объем нефтедобычи на примерно сопоставимый объем. Потому что, в конце концов, сейчас колоссальный избыток нефти уходит в хранилище. Хранилище забивается под завязку и считается, что уже где-то к середине мая нефть просто некуда будет одевать. Очень хороший пример вот с автомобильным заводом. Например, вы являетесь владельцем автомобильного завода, вы производите большое количество автомобилей, на них всегда есть спрос. Изменилась рыночная конъюнктура и сейчас спрос, опять же, не дотягивает до предложения на тысячу автомобилей. То есть, каждый месяц вы вынуждены паркуете произведенные автомобили на стоянке рядом с вашими заводами, потому что их никто не покупает. То есть, очевидна проблема перепроизводства тысячи автомобилей. Из-за того, что избыток, на мой взгляд, уже исходя из этой математики, очевиден, стоимость на эти автомобили начинает снижаться. К вам приходит топ-менеджмент, ваше предприятие предлагает сократить выработку этих автомобилей на 500 штук. И ура, все ликуют. Непонятно почему. Ведь спустя месяц, когда вы снова подобьете общие показатели производства, вы увидите, друзья, что все равно раньше избыток был тысячу автомобилей, и тысяча автомобилей парковалась на ваших стоянках. Сейчас производство автомобилей снизилось на 500. Избыток все равно составляет 500 автомобилей. И просто вы не так быстро и не так интенсивно, но забиваете ваши парковки. 500 автомобилей спустя месяц снова будут запаркованы. Эти 500 автомобилей никто не купит. И тут вопрос на засыпку, друзья. Как вы думаете, что произойдет с ценами на эти автомобили? Из-за чего они будут сейчас расти? Это вопрос на засыпку. Я, может быть, даже категория риторического вопроса. Вы все, друзья, наверное, понимаете, что если избыток есть, это проблема. И для того, чтобы решить эту проблему, нужно восстанавливать баланс. Снижение добычи на 9,7 миллиона – это не решение проблемы с тем избытком предложения нефти, которые есть. Поэтому, на мой взгляд, раз проблемы не решены, ну, на основании чего можно сейчас нефть покупать. Вот отсюда и короткие позиции. По доллару индекс американской валюты 99,38. Американская валюта, друзья, самая интересная, сейчас снижается на фоне того, что режим масштабного бедства объявлен во всех Штатах в США. На фоне того, что мировая экономика готовится к рецессии масштаба, глубину которой еще никогда не видела. На фоне того, что у нас есть подтверждение отсутствия риска инфляции для именно американской экономики, для доллара. Потому что у нас в пятницу вышли данные по индексу потребительских цен, и мы увидели снижение индекса потребительских цен с 2,3% до 1,5%. Поэтому, хотите вы полагаться на мою точку зрения, нравится она вам или нет, друзья, но это мое субъективное мнение. И я ни за что сейчас не позволю себе поставить на ослабление доллара. Может быть, это и очевидно. Для многих для меня не очевидно. Для меня есть четкое понимание того, как должна вести себя самая крутая защитная и резервная валюта в мире, когда мы говорим о том, что происходит сейчас в мировой экономике. Золото растет 1682 доллара за тройскую унцию, хай был 1691. Опять, немножечко нам не хватило до 1700 долларов за тройскую унцию, но я думаю, что это вопрос ближайшего времени. Евро против доллара 1,0936. У меня здесь, так же, как и по фунту, есть уровни стоп-лосса по сделкам, которые сейчас в работе. По фунту доллару это 1,25. Что касается евро-доллара, это отметка 1,10. Но, опять же, когда эти уровни сработают, я не буду покупать эти валюты. Я буду перезаходить в рынок с точки зрения продаж. И по евро-доллару, скорее всего, это будут уровни уже где-то в районе отметки 1,0850. Евро я сейчас продаю, потому что я верю в крепость и силу доллара. И на основании того, что Еврогруппа уж согласовала новый пакет экономической помощи больше, чем на полтриллиона евро. Это много, друзья. По поводу статистики и того, что ждет экономика еврозоны, тоже уже очень много говорил. Там тотальнейший спад больше, чем на 20% в ближайшие месяцы. По английской экономике то же самое. Ожидается, что с апреля по, соответственно, июнь английская экономика просядет больше, чем на 26%. Сейчас котировки 1,2471. Если вы уже также закрылись, друзья, точнее, если вы придерживаетесь такого же уровня, как и я, 1,25, и готовы крыться там, то следующая, опять же, отметка, с которой можно будет присматриваться к тому, чтобы перезайти в эту позицию, это уровень 1,2420. Ну, по мере приближения к отметкам я уже, собственно, буду комментировать дополнительную ситуацию. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся мы сегодня в 18.00 по московскому времени на правильном понедельнике. Всего доброго. До свидания.